Всем привет! Я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я покажу как сделать чеширского кота брошку. Поэтому оставайтесь со мной! В работе я буду использовать полимерную глину FIMO. Белого, черного, бюрюзового и красного цветов. Которая отлично подойдет для лепки чеширского котика. Также понадобится канцелярский нож или лезвие. Металлическая спица и иголочка. Моделирующие инструменты. Маленькая кисточка. Глянцевый лак. Глазки. Как их выполнить я показала в предыдущем мастер классе. Схематичное изображение чеширского кота. Черная сухая художественная пастель. Скалка или паста машина. Зубная щетка. Гель жидкая пластика и кисточка для него. И основа для брошки. К белому цвету добавляю небольшой кусочек черного. И тщательно перемешиваю. Чтобы получить однородный серый цвет. Который и станет базовым цветом для лепки чеширского котика. Вот такой оттенок у меня в результате получается. И раскатываю его. В пласт толщиной примерно 2 миллиметра. Вырезаю мордочку чеширского котика. Накладываю его на пласт. И аккуратненько вырезаю. Иголочками намечаю те места, где нужно поставить глазки и улыбку. Приставляю глаза и немножечко их вдавливаю. А дальше необходимо набрать массу этого чеширского кота. То есть вылепить всю морду. Сначала я прилепляю кусочки полимерной глины вокруг глаз. Катаю колбаску и аккуратненько приделываю. Приглаживаю полимерную глину моделирующим инструментом лопаточкой. Это делать очень удобно. Затем выкладываю нижнюю челюсть. Чтобы был такой мощный подбородок. Между глазами и нижней челюстью получается углубление. И именно в это углубление я буду вставлять зубки. И там будет уже располагаться сама улыбочка. Но а сверху нужно конечно же положить еще полимерную глину. Чтобы сделать переносицу. И добавить объемы вокруг глаз. Когда добавила основной объем делаю разрез глаз. Для этого я раскатываю колбаску. Расплющиваю ее. И при помощи этой расплюснутой нити делаю разрез глаз. Накладываю полимерную глину прямо сверху глазок. И аккуратно подравниваю. Дальше уже накладываю немного полимерной глины сверху. Чтобы сделать переносицу, лоб. И уже заглаживаю полимерную глину. Чтобы она приняла окончательный вид. Окончательный вид морды чеширского кота. Все швы аккуратно замазываю инструментом лопаточкой. И разрез глаз очень удобно делать силиконовым моделирующим инструментом. Он мягкий и не повреждает полимерную глину. Аккуратно ее разглаживая. Когда выложила основную массу, заглаживаю ее влажной салфеткой. Чтобы выровнять. Чтобы мордочка была достаточно гладкой. И чтобы удобнее было в дальнейшем на ней работать. Раскатываю кусочек пластики черного цвета. Накладываю на него мордочку, по которой вырезали голову чеширского кота. И проставляю точки, чтобы удобнее было вырезать улыбку. Убираю бумажный шаблон и вырезаю улыбочку. Улыбку помещаю в углубление между нижней челюстью и глазами. И аккуратненько прижимаю. Уже вырисовывается характер. Но к этой улыбочке нужны зубки. И я их делаю из белой полимерной глины. Беру кусочек пластики, катаю его таким образом, чтобы конец получился остреньким. И отрезаю этот кончик. Катаю еще кусочек, чтобы он был остреньким. Еще отрезаю, еще раз катаю, еще отрезаю. И нарезаю таким образом много-много остреньких кончиков. Которые станут зубками. Боделирующим инструментом, спицей или деревянной зубочисткой размещаем зубки на нижней челюсти. Снизу все зубки будут одинаковыми. Просто аккуратно нужно выложить их в ряд. По нижнему контуру рта. А вот и верхние зубки будут немножко отличаться. Передние зубы более плоские и более крупные. Затем идут два зубика поменьше. Затем идут клыки. И дальше идут зубки такие же, как и с нижней стороны. Но делаются зубки все одинаково. Делаю я их одним и тем же способом. Я катаю кусочек полимерной глины, чтобы получился тоненький кончик. И этот кончик я обрезаю, он становится зубом. Если зубик нужен побольше, отрезаю подлиннее, пошире кончик. Если зубик нужен поменьше, отрезаю поменьше. И аккуратненько вырезаю и выкладываю все зубки на улыбки чеширского кота. Сверху зубки необходимо выложить до самого конца улыбочки. Все зубки я прикладываю моделирующим инструментом лопаточкой. Но это можно сделать и спицей, и деревянной зубочисткой, как вам удобнее работать. И получается совершенно очаровательная улыбочка. Беру два одинаковых кусочка серого цвета. Это будет верхние губы или мордочка кота. Катаю из этих кусочков длинные капельки. Приплющиваю их на рабочей поверхности. И накладываю сверху верхнего ряда зубов. Прикрывая место роста зубов. Зубки должны немножко торчать из-под верхней губы. То же самое необходимо сделать и снизу. Но снизу будет не две половинки, а одна большая широкая губа. Поэтому делаю я не капельку, а такую вот колбаску, суженную с двух сторон. Точно так же ее приплющиваю и накладываю поверх нижнего ряда зубов. Все швы и места стыков заглаживаю моделирующим инструментом. Беру кусочек бирюзового цвета, катаю в тонкую колбаску. Отрезаю несколько маленьких частей. И эти маленькие части катаю в маленькие капельки, перышки. Которые размещаю на лбу и по бокам чеширского кота. Это будут такие бирюзовые вкрапления, которые есть в его шерсти. По центру эта капелька располагается прямо, а затем она загибается. И идет уже по боковым сторонам чеширского кота. Капельки прямо прижимаю, приплющиваю к шерсти моделирующим инструментом. После чего опять заглаживаю поверхность влажной салфеткой. Чтобы она стала гладкой и чтобы на ней удобнее было вычерчивать шерсть. Котик уже на этом этапе похож на себя. Но прежде чем делать шерсть, я делаю розовые серединки для ушек. Для этого необходимо смешать розовый цвет. Я его смешиваю из белой и красной полимерной глины. Белого цвета должно быть больше, красного меньше. От розового цвета отрезаю два кусочка. Эти кусочки формирую в маленькие капельки треугольнички. И размещаю их на ушки. Аккуратно заглаживаю, чтобы не было видно мест стыка. А затем иголочкой начинаю прорабатывать шерсть. Очень аккуратно, планомерно вырисовываю все шерстинки. Можно просто делать прямые линии. Можно вырисовывать какие-то пучочки шерсти. Можно сделать ее более волнистой, более ровной. Здесь уже как вам нравится, как вам кажется более естественным. Но таким образом необходимо проработать всю мордочку. Также обязательно учитывайте принцип роста шерсти животных. Они обычно всегда идут от носа и распространяются в разные стороны. То есть если смотреть, что носик это будет центр мордочки. То от него шерсть идет в самые разные стороны. Вверх, вниз и так далее. Вот такой вот котик у меня в результате получается. И ему недостает носа. Беру кусочек розового цвета, катаю из него треугольничек. Располагаю на место носа, в центре мордочки. С силиконовым моделирующим инструментом формирую носик. Делаю отверстие носика. Формирую крылья носа. И получается аккуратный кошачий носик. И остается добавить тонировку. Крошу черную художественную пастель на листочек бумаги. Чтобы получилась черная пыль. И этой черной пылью тонкой кисточкой наношу черные цвета. Которые должны быть в окрасе чеширского кота. Это какие-то черные части шерсти. Черные уголки глаз. И какие-то тени прорабатываю. Излишки сухой пастели, конечно же, можно убрать влажной салфеткой. Чтобы котик не смотрелся слишком черным. И отправляю его выпекаться. Запекаю 30 минут при температуре 110 градусов. Ну а после выпекания необходимо сделать ему крепление. Так как это будет брошка. Капаю немножко геля жидкой пластики с обратной стороны. Размазываю по поверхности кисточкой. Облепляю основу для брошки полимерной глиной. Также наношу полимерную глину с обратной стороны котика. И вжимаю основу для брошки в полимерную глину с обратной стороны. Все это аккуратненько размазываю. Подравниваю. Если что-то лишнее обрезаю, убираю. Если где-то чего-то не достает, подтягиваю. Должна получиться красивая ровная поверхность. Разглаживаю все инструментом лопаточкой. Ну а после этого хорошенечко прорабатываю поверхность зубной щеткой. Чтобы она получилась шуршавой, приятной на ощупь и аккуратненькой. После чего опять отправляю брошку выпекаться. И выпекаю 30 минут при температуре 110 градусов. После выпекания остается погрыть брошку лаком. Лаком я покрываю глазки, носик, рот, зубки. И чуть-чуть прохожусь по шерсти. Чтобы она была такая более блестящая. Но не очень сильно. Прям вот полусухой кисточкой. И когда лак высохнет, брошка полностью готова. Посмотрите, какой чеширский котик у меня в результате получился. И глазки пришлись как нельзя кстати. При использовании таких глазок учитывайте, что в изделии они смотрятся чуть темнее, чем в отдельности. Тонировка сухой художественной пастелью не будет осыпаться потом с изделия. Но конечно же лак немножечко закрепляет краску. И изделие получится более долговечным. И я очень надеюсь, что этот мастер класс вам понравился. Оказался полезным и вы обязательно сделаете своих чеширских котиков. Ну по крайней мере, теперь вы знаете, как его можно сделать. Желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и прекрасного настроения. Обязательно смотрите и другие мои мастер классы, в которых вы найдете много интересного. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новых встреч!